Этот корабль на плаву держит только ностальгия. Бутусов принципиально отказывается от пиара и раскрутки. Говорит, он не муха, чтобы жужжать и меломанов над ухом. Я считаю, что нельзя быть навязчивым. Нельзя. Потому что если что-то нужно людям, они сами определяют для себя, что им действительно нужно. И это, знаете, становится бессмысленным. Вот это вот мелькание перед глазами, это такая насекомая назойливость. Но от этого ведь потребность-то не возрастет у людей. Рок Риддл словно птица Феникс. Десятки раз перерождался, но никогда не превращался в пепел. 25 лет назад явился бунтарем. В конце 90-х ушел со сцены молчаливым романтиком. Потом вернулся постаревшим философом. И вот, наконец, очнулся. Глубоко верующим человеком. Блые языки поговаривают, поддался рокерской моде на все религиозное. Бутусов утверждает, обрел гармонию и просветление. Я, вы знаете, убедился в том, что за верой в Бога большего ничего нет. Это максимум, чего может человек в своей жизни обнаружить. Научил из четвертьвековой давности своего рода интернет. Некая система гиперссылок. Если ты действительно хотел что-то узнать о жизни, о мире, то, в принципе, в песнях Бутусова находил все. Сейчас куда ни коп не найдешь семью, друзей и любовь. Любовь между мужчиной и женщиной – это, в общем-то, вы знаете, один из способов спасения человечества. И это, конечно, это все благое явление. И, конечно же, она вечная. Потому что вообще, в принципе, когда один человек другому говорит «я тебя люблю», это означает, что он ему пророчит жизнь вечную. На волне позитива на Утилу всплыл скучин шоу-бизнеса. На дне остался и симфонический оркестр, и многотысячная армия поклонников. Князь тишины и его свита утопили зал в тяжелых басах и гитарных запилах.